недавно показала в телеграм-канале этот чудесный букет форзиции и оказалось что не все знают о том что если срезать весною или в начале даже февраля веточки форзиции из кустов и просто элементарно поставить их в воду то уже буквально на третий день форзиция зацветает также произошло и вот с этими моими веточками кстати обычно я срезала веточки где-нибудь в городе у нас много кустов растет городских этой форзиции и я не отламывала я с секатором приходил отрезала маленькие веточки и ставила их на цветение в комнате а в этом году вот эта форзиция это уже с моего собственного куста из аленяного сада я обрезала его формировала остались ветки после обрезки я не выбросила поставила воду и через три дня получила вот эту красоту которая прямо кричит что весна весна никакой зимы не подумайте уже давно идет весна уже апрель пришел к нам незаметно совершенно также можно использовать и веточки алычи они тоже прекрасно распускаются ну и конечно классика это березовые веточки зеленые нежные листочки обычно украшают у нас торговые центры на пасху активно готовлюсь к пересадке перца я обычно использую такие пакеты коробки из-под молока из-под сока селя даже в этот раз мне вот больше всего понравилось именно такую тару использовать получается пол-литра то что нам нужно как раз наполовину разрезаю коробку и очень компактно потом их можно составить на поддоне особенно вот такие приплюснутые коробочки замечательно просто вот так вот я их выставляю очень компактно получается мало места занимают и после использования их можно безжалостно выбросить и не думать о том чтобы мыть хранить и так далее что мы кроме такое молоко и всегда очень много этой тары накапливается а вы используете такое вторсырье для выращивания рассады или нет пишите мне в комментариях очень интересно сколько нас так сегодня буду делать немножечко пересадку пикировку и пересадку хочу показать вот эту вот розочку вернее здесь было четыре розочки это я покупала даши на 14 февраля цветущий красивый кустик но потом мы уехали в швецию оставили конечно же наши комнатные растения дома и эта роза после того как мы вернулись оказалась полностью засохшей все листья были сухие веточки поникли но я опытный садовод поэтому обрезала полностью все верхушки в надежде на то что начнут просыпаться спящие почки и как вы видите три кустика из четырех выжили сейчас они уже вот такие зелененькие очевидно что жизни в них очень и очень много значит можно дальше с ними работать я обычно не очень люблю нянчиться с безнадежными и довольно безжалостно уже расправляясь выбрасываю все что требует какого-то дополнительного ухода какого-то танца с бубнами и без не на это нет времени и тут видно что растение выживут значит можно с ними работать кукла корневая система хорошая была у погибшего куста странно что он погиб такой корневой справедливости ради отмечу что после того как они были сильно пересушены конечно они были сильно перемочены дополнительно так смотрим корни нормальные живые многочисленные и буду рассаживать индивидуально каждую розу в новый стаканчик и у нас получится вместо одного кустика 3 а если бы не погиб 4 было бы 4 был бы пример того как можно размножать растения приобретенные в магазине то есть там их закармливают конкретно чтобы они начали активно расти и самое главное цвести их пичкают гормонами по полной программе чтобы уже будучи и по сути лишь черенком роза цвела выглядела очень презентабельно и сажают их поэтому по несколько штук в контейнер чтобы пусть и был более пышным а тут мы их можем вот так вот разделить рассадить ухаживать за ними хорошо и розочка будет хорошо себя чувствовать кстати эти розы их можно потом выращивать и высадить в сад можно как комнатную подержать а потом высадить в сад это будет миниатюрная розочка у меня такая росла даже в алёнином саду в условиях очень неподходящих для розы и свела просто замечательно сажаем конечно на ту же глубину на которой она была в предыдущем горшочки заглублять ее не нужно готова полить и все и еще сейчас я буду делать пикировку тех растений которые мы посеяли семенами хочу сегодня рассадить табачок потому что он уже здесь перестал хорошо развиваться в этих таблеточках явно нужно его разделить пример того что каждому растению каким бы она не было очень нравится расти по одиночке вы видите вот здесь у меня семена упали просто на дно контейнера тут чуть-чуть есть грунта совсем немножко и растенется табака при этом смотрите как выглядит сейчас покажу достану его и мы сравним корешок совсем крохоту личный а листики посмотрите какие крупненькие уже есть настоящий листочек довольно большой а вот у растений которые в кучке растут настоящие листочки совсем совсем крошечные еще только-только начинают формироваться вот поэтому конечно же так как как табак это довольно крупное растение лучше его сейчас вот так по одному рассадить и конечно мне довольно крупные стаканчики желательно поменьше было бы кассеты выбрать ладно какие есть рассаживаем и все дальше он будет хорошо расти он довольно неприхотливое растение и пикировка лобелии очень простое занятие у меня на канале есть видео где я рассказываю как просто пикировать лобелию здесь конечно же я не буду даже пытаться по одной волосиночки по одному растению отделять потому что это не очень благодарное занятие и необходимости в этом никакой нет кучки несколько растений если тоже прекрасно она будет расти красиво то есть можно конечно по одному растению отделить но это так долго будет и вот так вот я делаю мне так быстрее и проще вот такими вот маленькими пучочками крошечными тут ну при этом тут наверно растений 20 я вот этих еще сюда добавлю и слегка заглубляю корневой мощность как мы видим не образовалась стараться пучком посадить не нужно конечно же мне побольше грунта насыпать чтобы они не были так глубоко почему пучком не надо их сжимать потому что растения будут конкурировать друг с другом получится ой надо переделать получится что будут тормозить развитие нам этого не нужно посыпать почву я думала что там корни как-то будут немножко побольше самонадеянно положила грунт то чтобы потом у меня было место для маневрирования в горшочке оказалось что корни нет диана меня заболела там кашлят сильно очень сильный кашель температура к сожалению только неделю школу сходили после каникул и все снова дома сидим как мы не можем в этом году нормально посещать наши учебные заведения когда сегодня было фотографирование я ее свозила на это важное событие из-за пандемии у нас ни разу класс не фотографировался еще вместе с учителем красивые фотографии чтобы на память у тебя были вот эти пучочки я сюда расставлю слишком толстые пальцы для этого растения тоже знаете по идее вот мне хватит 1 1 таблетки чем я столько даже дала таблеток испортить убили проблема в том что съешь семена особенно мелкие кажется он такие маленькие мало места занимают а потом распекировал бац у тебя получилось целая вот такая например кассета которая была запланирована кстати на другое тоже и еще остается то есть сделать максимально репост все все рассадить растения просто не представляется возможным потому что потом это превратится в бесконечное заставление подоконников а у меня на подходе перчик кложанчики рассадила сейчас мне нужно будет рассаживать перец и перец по сути займет все место помидоры я уже приспособилась выращивать несколько лет в теплице то есть я просею их в кассету и том что мне с этим делать все на на этот пожирнее так рассажу больше до помидоры я рассаживаю в кассету а потом эту кассету уже я отвожу теплицу и все дальнейшие манипуляции делаю в теплице пикировку так далее и очень хорошо получается так выращивать рассаду томат что квартире она всегда вытягивается а в теплице и никогда этого не делать получается очень крепкая красивая рассада поэтому я сею помидоры довольно поздно по масштабам некоторых людей все они мне не посеяли то есть я буду это делать недельки через две я думаю я это делать так ну ты в итоге что у меня получилось что осталось две таблетки лабелии таблетка с табаком тоже мне потом с этим делать я не знаю как мне сюда этикетку готова ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И продолжаю рассказывать о своих покупках для сада и огорода в основном у меня Либо что-то связанное с темой сада и огорода Либо просто что-то для души Я вам покажу, что я купила в Second Hand Начало этой серии в двух предыдущих видео Можете посмотреть, если вам интересно Итак, я купила вот такую планшетку с огромной мощной прищепкой Иногда нужно в саду, в огороде Такая штучка Сделать какие-то записи План посадок нарисовать Чем мне понравилось Этот тем, что ее можно повесить легко на гвоздик Например, вы делаете план посадок в теплице Или у вас какой-то эксперимент И вы можете делать записи И повесить на гвоздик в теплице Не таскать с собой уже все эти блокноты, листочки Они у вас не потеряются И будут всегда под рукой И очень удобно Ну, конечно, дома можно это использовать Очень такая крепкая, надежная фанера И металлическая штука тоже крепенькая Очень внушительно выглядит 2,50 стоила Но вот я думаю, что нужно купить еще одну Потому что участков у меня два Ну и плюс дома тоже она бы хорошо пригодилась Эта доска Дальше Вот такая красивенная фоторамочка За евро 30 В рустикальном, совершенно рустикальном стиле Сделана она тоже в Англии Да, интересно, как много в Англии делается предметов А у нас все, по-моему, уже сделано в Китае Вот, сердечки Выпуклые металлические жестяные сердечки Очень классно будет смотреться Это рамка в сочетании с какой-то цинковой леечкой Или контейнером Кстати, в секунде я не купила Пожалела 2 евро Не купила банку такую в виде фляги для молока Цинковую Вот, наверное, схожу куплю еще, если никто не приобрел Хотя обычно такие вещи никто не покупает Потому что мало кто ценит такой стиль Все предпочитают, чтобы выглядело дорого-богато Ну вот, поэтому мне всегда есть, что купить в секонд-хенде В общем, супер, мне очень нравится Я думаю, что я тоже поставлю ее в садовом домике Там у меня уже стоит одна фоторамочка Будет здорово смотреться вместе с этой Следующая вещь всего за 2 евро Ну, здесь сработала очень интересная вещь Вот сейчас настолько неспокойная обстановка в мире Настолько все нервно, настолько все неопределенно Каждый день просыпаешься Думаешь, что же дальше, что же делать, куда бежать И мне захотелось каким-то образом снять стресс с помощью рукоделия Раньше я очень много вязала, даже шила Но вот почему-то сейчас не хочу этим заниматься Нет на это вдохновения Но пришло неизвестно откуда вдохновение на вышивку И я даже посмотрела несколько роликов о том, как вышивать гладью Ну, как-то вот мысленно к этому я шла, думала Как-то, ну, не хватало мне волшебного пинделя Чтобы начать все-таки вышивать Мне кажется, довольно медитативное занятие Успокаивающее, снимающее стресс И тут в секонд-хенде мне на голову падает Вот этот набор замечательной вышивки Крестиком и не только Но мало того, что это вышивка крестиком Так тут еще и все рассказано, показано Все уже в комплекте Покажу сейчас, что здесь есть И тема-то какая? Ну, какая тема вышивки? Ну, это то, что я очень хотела бы действительно повесить у себя на кухне Или в садовом домике, опять же То есть, тема сада и огорода Тема выращивания зелени в контейнерах И здесь в наборе В этом замечательном Уже все есть, кроме иголки Почему-то иголку не положили Здесь есть нитки Подписано все символами Ну, это уже совсем для идиотов, я бы даже сказала Которые не могут цвет отличить Хорошие очень пяльца Крепенькие выглядят У меня есть одни, мы даже покупали для школы Ну, вот Эти можно использовать в качестве рамки для вышивки Тут так и изображено Я думаю, что я вышивку свою вставлю в какую-нибудь вот такую рамку Два полотна Есть иголка Вот я солгала Вот она иголка Искать нужно было получше Я думаю, тоже странно, где иголка Как-то англичане-то не подумали об этом Все, есть иголка, есть комба И есть инструкция, как это делать Это, наверное, оригинальный размер будущей вышивки То есть она будет довольно большая Как я поняла, нужно накладывать сверху на канву этот листик Как будто И по нему вышивать Как будто так Но я еще не очень внимательно вчитывалась в это все Может быть, просто нужно считать Ну, глаза, конечно, пострадают от этого всего Ну, ладно Научусь вышивать крестиком Красивая картинка эта А есть еще одна картинка Если жизнь дала тебе лимоны Сделай из них джин-тоник Тоже прямо в тему дня сегодняшнего Тоже попробую вышить Если не сорвусь на первом варианте Здесь явно попроще Может быть, с этого стаканчика и нужно начинать А может быть, с другого стаканчика нужно начинать С джин-тоником А потом уже браться за вышивку Вот так вот Все красиво Такая инструкция Все расписано Все показано, как вышивать Ой, главное теперь начать это делать Потеплеет Можно поехать на дачу Сесть на мой красивый голубой стульчик И вышивать Вот очень хотелось бы мне этого Осталось только реализовать И где это сделано у нас? Так В Китае Но дизайн сделан в Англии Следующая великолепная штука За 2 евро Ну, вот тут это уже ближе Еще ближе к садовой тематике Смотрите, какая ленточка замечательная Это альбом для фотографий в викторианском стиле Я и моя старшая дочка Дарья Мы очень любим викторианскую эпоху Я думаю, что сейчас вообще очень многие люди любят эту эпоху Особенно в инстаграме Особенно те, которые немножко еще любят сад и огород Потому что именно в викторианскую эпоху Началось развитие сада Были интродуцированы как раз Многие современные, которые мы используем Растения Сады английские Привезены из разных уголков мира И эпоха характеризуется еще очень высоким чувством красивого в обществе Вот представляете себе эти теплицы Английские в викторианском стиле Не только в стиле, но и построенные во время королевы Виктории Так, напечатано в Таиланде Ну а все остальное, конечно же, английская разработка Вот Это такая эстетика, это красота Всякие завитушечки, всякие какие-то цветочки Ангелочки и так далее Вот, поэтому я не могла пройти мимо этого альбомчика Я не очень уверена, что я буду туда фотографии вставлять Потому что они должны быть в каком-то таком специфическом тоже стиле Подстать вот окружению Тут, конечно, больше подойдут черно-белые фотографии Какие-то портреты в основном Вот, у меня была идея сделать фотоальбом Типа генеалогического дерева моего То есть распечатать фотографии имеющихся предков Ну, получается, начиная с бабушек, с дедушек И так как-то оформить Вот как раз было бы дедушка Ваня, бабушка Маня Написать их даты А дальше, кого они родили Уже было бы здесь, скорее всего, был бы дядя Ваня, тетя Люба И мой отец Петр Иванович Ну, покрупнее, потому что это же мое дерево И дальше Здесь я и две мои дочери Получается Так, ну здесь Как-то Я прямо даже не знаю моего брата Его семью так расположить-то тоже было бы Неплохо И моего мужа поместить Ну, в общем, пофантазировали и хватит Хорошая штучка Ну, не знаю, как использовать Для фотографии, для декора, конечно же, можно тоже использовать И в тему этого альбома И в очень хорошем сочетании с этим альбомом Хотя это не комплект Это тоже не с первого раза я поняла, что это такое Стоило всего евро сорок Видимо, вообще мало кто понимал, что это такое Написано Коллектор Теперь все знают слово коллектор Я не знаю, как заменить его русским словом Вообще, даже не знаю Коллектор-собиратель Коллекция Может быть, было бы по-русски Так красиво назвать Но это не соответствует теме содержимого коллекции Пишите в комментариях Как бы вы на русский перевели это название Поздравительные открытки Коллектор Что это такое? Вот смотрите Тоже очень красивые внутри рисунки В викторианском стиле Потому что это по мотивам дневника викторианской леди Есть такая книжка Дневник викторианской леди Там леди писала дневник природы И делала красивые рисунки И здесь вот по этим же мотивам сделана такая штучка Здесь кармашки Кармашки В эти кармашки, соответственно, нужно вкладывать открытки И в комплекте к этому коллектору Идет 4 открытки И 4 конверта Я еще подумала Думаю, может уже маленько потерялась Открыток Почему всего 4? Ну нет В конце книги написано Что и должно быть 4 открытки Вот В таком стиле И здесь написано название цветов И символом чего они являются То есть вы можете подарить открытку человеку Пожелать ему таким образом Например, стойкости, любви и так далее Пописать ее Заклеить, конверт марки наклеить И отправить Вот такие вот довольно-таки бредненькие Открытки по современным меркам В Англии, кстати, очень развита до сих пор Пересылка открыток Очень красивые Там продаются открыточки И даже есть такие Как бы сказать Люди хорошо даже зарабатывают На том, что рисуют открытки Дизайнерские Так Нам все вернуть Так, как было Так вот Кармашки По месяцам Открытки Сначала я подумала Собирать открытки Которые нам подарили в разные месяцы Но думаю, как-то это глупо Потому что открыток много Кармашки маленькие А потом уже я прочитала инструкцию Оказывается И это не Ну, не единственное такое произведение То есть в Англии Так как культура открыток Широко распространена Они их друг к другу Постоянно посылают Это правило, видимо, хорошего тона Наверное, тоже с викторианской эпохи Еще осталось Чтобы не забыть В июне Кому нужно отправить открытки И когда Вы заранее покупаете Какие-то наборы открыток Ну, какие вам открытки понравились Пошли вы купили там 20 штук на год, например Разных С днем рождения И просто вот как эти Просто цветочные какие-то композиции С Рождеством и так далее Раскладываете по кармашкам Эти открытки Подписываете у кого какие даты В этом месяце И там Дядя Ваня, например День рождения И просто в начале месяца Или в конце предыдущего месяца Открываете этот коллектор И подписываете открытку Хотя уже у вас может быть даже Заранее вы можете, кстати, подписать Это уж совсем для таких Ой, ну для таких Запасливых и заботливых людей Просто ужас Купить в начале года Пачку открыток Подписать их все заранее Разложить в этот коллектор И потом только рассылать А еще разложить по конвертам Наклеить марки А потом только рассылать их по почте Ну, конечно Это очень не современно В современном мире Интернета Это настолько кажется Трудозатратным И настолько сложным Что я буду, конечно Использовать это просто Либо для красоты Либо я могу делать Какие-то записи Что-то сюда могу Раскладывать по месяцам Например Что когда нужно сделать В саду Что посеять Можно такие листочки Записочки сюда вкладывать Ну, а вообще, конечно Просто красиво фотографировать Можно Эх, жалко, что В России закрыли инстаграм И последняя покупка Это поднос Деревянный Который использовался Для хранения карандашей Здесь посередине Была такая палка На скотч приклеена Я ее убрала Видите, поэтому Такой не чистенький 4 евро он стоил Мне очень понравились Эти сердечки Удобный Удобный поднос Ничего не скажешь Все у него деревянное Я его, конечно, перекрашу Я его, конечно Вероятно, как-то буду Декорировать И он очень хорошо Сочетается С вот этой вот Штучкой Можно их вместе Использовать Можно просто в комнате В один цвет Их выкрасить Они будут Сочетаться Друг с другом Перекликаться Поднос Буду использовать По назначению Скорее всего Для переноса Посуды В саду Очень удобно Использовать Если вы устраиваете Чайпитие в саду То такой поднос Обязательно нужен Чтобы перенести Продукты на столик Чтобы не бегать 10 раз Очень хорошая вещь Но можно Использовать Как такой поднос На стол Обычно я ставлю На кухне Чтобы когда протираешь Переставил Быстренько туда-сюда Все сразу Не каждую чашечку По отдельности Либо Можно поставить Соль, перец Масло, салфетки И так далее Если у вас Как у нас Есть Столовая часть И кухонная часть И нужно Из кухни Переносить Эти тарелки Чашки Соль И так далее Все время В столовую Это не очень удобно Поднос Конечно Облегчит Это дело Ну и Там сам по себе Просто Он такой классный Ему не так нравится Не знаю Бумаги можно хранить Кандаши Все что угодно Можно хранить В этом Чудесном подносе Там был еще один Побольше Вероятно Я схожу еще И докуплю Что-нибудь В этом Чудесном месте На этом покупки Закончились Обязательно Делитесь в комментариях Что вам понравилось Больше всего Что вы хотели бы Приобрести Для себя С нетерпением Жду Делитесь в комментариях